Итак, 7 советов, которые вам нужно знать о Dark and Darker. Благодарю The Spot Hunter за разрешение использовать его видео и Батти за проверку. Начнем с того, что эта игра куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, в ней очень важны звуки. Причем они различаются даже в зависимости от обуви. Так, например, звучит звук басых шагов. Звук басых шагов может не только сказать о том, что у игроков нет обуви и, как следствие, у них меньше брони, но и о том, что, возможно, они используют набор снаряжения по умолчанию, так как в нем нет обуви. В общем, для повышения своей эффективности обязательно настрой звук и, по возможности, используй хорошие наушники, иначе люди будут подкрадываться к тебе незаметно. Свет. Тьма твой союзник в этой игре. Независимо от того, собираешься ли ты нападать на других игроков в PvP или нет. Если что, беги в темные места. Особенно это актуально для соло игроков-одиночек, так как в группе вы, скорее всего, будете производить слишком много шума в любом случае. Совет заключается в том, что тебе стоит тушить хотя бы часть факелов на своем пути. Таким образом, если ты наткнешься на кого-то, у тебя будет больше шансов, убегая, скрыться во тьме, так как по пути ты предусмотрительно тушил факелы. Зелья и бандажи. Они крайне важны и понадобятся тебе даже, если ты будешь сталкиваться только с NPC-мобами. Покупай зелья исцеления и защиты, а также бандажи. Подробнее о том, как их использовать, я рассказывал в предыдущих гайдах. Читай комнату. Я имею в виду, замечай детали, по которым можно определить, были ли в данном конкретном помещении другие игроки. Плюс в процессе ты можешь услышать шум из соседних помещений и не факт, что тебе захочется налетать одному в пвп с группой. Часто лучшим решением является отступление или засада. На что обращать внимание в комнатах? Пустые полки, открытые двери и пятна мочи на полу. Используй окружение. Ты можешь использовать NPC-ботов для планирования засад. Например, когда игроки столкнутся с ними, эффективным будет атаковать их в спину. Анализируй, сколько дверей в комнате и знай, ведут ли они в тупики. Двери. Иногда полезно оставлять двери за собой открытыми, особенно если у вашего класса медленная скорость взаимодействий. Таким образом, оставляя двери открытыми, вы сможете быстро отступить. Знай, когда нужно сражаться, а когда отступить. Анализируя вражескую численность, снаряжение и другие факторы, ты можешь принимать более взвешенные решения о том, дождаться ли в скрытности лучшего шанса, чтобы нанести удар, или атаковать немедленно, или вовсе отступить. Изучай и запоминай карты. Это действительно важно. Я советую тебе сделать несколько вылазок голышом, то есть воспользоваться комплектом по умолчанию, чтобы изучить карты, маршруты и достопримечательности. Например, вот комната, из которой есть 4 выхода, но в действительности лишь 2 из них ведут к середине карты. Ловушки отмечены маленькими шипами на карте. Со временем и практикой ты запомнишь все это в любом случае. Кто в лайк и коммент молодец, а видосику конец.